уважаемые подписчики зрители канала любители и снители хорошей музыки всем грандиозный меломанский и человеческий привет первым делом напомню о том что новые и ранее вышедшие видео также выходят на порталах youtube яндекс зен и вконтакте а посему не забываем подписываться как на youtube канал так и на все остальные платформы все необходимые ссылки в описании а теперь уже 41 видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции начну вот с такого наверное не самого известного но очень интересного издания проект который называется оси office of strategic influence эта пластинка была издана в феврале 17 числа 2003 года на лейбле inside out music экспериментальная прогрессивная рок-группа образованные гитаристом фейс войнг джимом маттоусом и кевином муром в прошлом участником группы хромакей и в прошлом тем самым клавишником который играл на первых трех альбомах dream setter всего этот проект оси выпустил пять альбомов период с 2003 по 2012 год так вот чем интересен сей релиз это дебютный альбом проекта в первую очередь он интересен списком приглашенных музыкантов для записи альбома в числе которых один из лучших барабанщиков планеты майк портной и восхитительный признанный гений стивен вилсон понятно что по итогу это полноценная супер группа без каких-либо оговорок и материал альбома абсолютно соответствует высочайшему уровню музыкантов тяжелый при этом не сложный даже в некотором смысле минималистичный прогрессив многочисленные электронные находки и бен и музыка от этого ничего не теряет необычно и очень красиво песни короткие и даже может быть простоваты если мы говорим о прогрессии но здесь то случай когда при помощи минимальных средств музыканты смогли дать максимально возможный результат даже больше чем максимально возможный бесспорно великолепный альбом от выдающихся музыкантов и может быть даже это лучший прогрессивный релиз 2003 года если вдруг пропустили это издание пробел необходимо восполнить обязательно а далее британская ругруппа основана еще в 1962 году группа смынила несколько названий поначалу называлась она за скорпиус потом за спектрос потом и трафик джем окончательный вариант названия был принят только в 1967 году группа с начала семидесятых практически не меняла свой стиль и исполняла ритмичный рок-н-ролл с элементами буги-уги общий мировой тираж всех пластинных группы к 2008 году составил 118 миллионов копий по числу хит альбомов 32 хит альбома эта группа уступает лишь rolling stones уверен что вы уже догадались конечно это статус-кво альбом энд комплейнинг 18 студийный альбом статус-кво первоначально выпущенный на лейбле вертига 13 июня восемьдесят восьмого года это был первый альбом группы на этом лейбле который не попал в топ-10 великобритании прервал при этом серию из 12 студийных альбом энд комплейнинг породил три сингла за главный трек первый сингл второй сингл баллада хуга зла и единственный хит из топ-10 веселый берлинг бриджес если давать оценку этому альбом то в первую очередь нужно учитывать что вышел он следом за легендарным in the army нам и поначалу разочаровал а между тем этим альбомом группа как раз пыталась сделать нечто другое и привлечь еще большее количество поклонников но как известно часто благими намерениями выпущен вымощена дорога в ад примеру в свое время я принял этот альбом никак не принял но вот совсем недавно переслушал и знаете да не так уж и плохо да не то чтоб как бы неплохо а вполне себе хорошо подборка приличных песен абсолютно в стиле статус-кво слушается очень легко здесь нет никаких откровений даже если очень захотеть найти на пластинке что-то новое это новое найти не получится но если вдруг захотелось послушать статус-кво на этой пластинке именно статус-кво вы и услышите да друзья мои чем старше я становлюсь тем больше слушаю джаз уильям генри маркус миллер младший более известный как просто маркус миллер шикарный джазовый музыкант в первую очередь маркус миллер известен как бас-гитарист и музыкант работавший с майлзом дэвисом эриком клэптоном дэвидом сэнборном обладатель премии грэмми за лучший альбом современного джаза в 2001 году и обладатель премии грэмми как соавтор лучшей ритм-блюзовой композиции 91 года под названием power of love love power а я про концертный двойной альбом the ozl tapes альбом вышел весной 2002 года на лейбле teller если быть точным это официальный бутлик это маркус миллер во всей своей красе это записи лучших живых выступлений группы маркуса миллера так что это не отдельное шоу но несомненно одна из лучших записей когда-либо сделанных этим замечательным музыкантом если есть желание послушать как можно играть на бас-гитаре абсолютно гениально если есть желание услышать как может звучать бас в руках признанного мастера это пластинка прослушиванию обязательно идеальный баланс между идеально продуманными до совершенства от репетированными безупречными аранжировками и свободной импровизации море груву фанка элегантно и эмоционально сыгранная версия знаменитой песни мальза дэвиса so what перевернутая с ног на голову убойная версия песня джона колтрейна лонис лэминт а потрясающие вокальные изыски в исполнении божественной лалы хатауэй это за пределом здравого смысла вообще это больше чем гениально и все это звучит невероятно мощно раскованно и абсолютно свободно с неожиданными поворотами которые заставляют еще и еще раз вспоминать о гении мальза дэвиса эта запись наглядная демонстрация изящной красивой выдержанный настоящий джазовой импровизации демонстрация универсального мастерства маркуса миллера джазового музыканта который играет абсолютно современный эмоциональный и интеллектуальный электрический джаз если вам по душе ритм тонкая гармония мелодия элементы фанга и громадное количество души это точно для вас независимо от того какую музыку вы слушаете палос еще одна наверное подзабыта но очень интересная прогрессивная группа когда-то палос были одной из групп в авангарде того самого что потом было названо него прогрессив в начале 80-х годов прошлого века альбом the dream of man вышел 27 октября 2005 года это друзья мои 5 альбом группы и на мой взгляд лучший дискографии групп альбом уровень которого запредельный высшая лига прогрессивного рока это точно сложнейшие аранжировки использование неоклассики фолка клавишных пассажей классического органа кельтского харпа скрипки и флейты все это не даст усомниться в том что исполняют эту музыку настоящие мастера своего дела красивый сильный вокал отличное качество записи захватывающие мелодии здесь есть все красивейшая оркестровая интро и 10-минутные симфонические номер мощный и энергичный за бринджер of dreams ураганный боевику ариор шикарное произведение госдэнсер госдэнсер это вообще оно какое-то вы знаете она наделено очень сильным и в первую очередь инструментальным смыслом вот такое выражение я выбрал альбом без слабых мест все деви треков альбома связаны между собой время за прослушиванием пластинки летит незаметно потому как хоть раз отвлечься за 70 с лишним минут звучания диска не получится сама запись великолепно музыканты показывают высочайший профессионализм всем любителям не упрога за dreams of man строго и настоятельно рекомендую это точно один из лучших дисков в жанре ну за последние пару десятилетий точно гордость современные проксцены шикарная пластинка могу долго восхищаться но вот теперь кардинально сменю музыкальную стилистику игорь иванович сукачу человек творчество которого очень уважают в нашей семье дорогая моя жена давняя и преданной его поклонница до дорогая поэтому вопроса участие приобретения этого издания возникнуть не могло в принципе боссманы бродяга часть 2 продолжение совместного проекта гаррика сукачёва и александра напомню что впервые проект появился в 1995 году и вот спустя четверть века музыканты решили выпустить продолжение 11 треков нового альбома записаны на сей раз не в условиях живой концертной суеты а на приличной студии что никак не повлияло на естественность атмосферы несмотря на казалось бы простоту материала звучит все на редкость слаженно изобретательные точно а самое главное очень позитивно неизменный хулиганский вокал игоря ивановича баритон александра и вскляра как обычно не всегда попадают в ноты но черт возьми душу это греет казалось что ничего нового про ностальгию повышедшей молодости написать и исполнить уже невозможно но к счастью есть люди которые не просто берутся за это неблагодарное дело они делают это абсолютно блестяще я именно про эту пластинку вот вы знаете просто хороших и душевных песен не хватает всегда простых искренних и таких чтобы эти песни потом захотелось тоже спеть в компании друзей или когда одиноко и кажется что никто уже не подарит надежды и тепла кроме этих трех аккордов и непритязательных стихов получился очень добрый и уважительный альбом попытка научиться чему-то важному у песен тех далеких дней эта песня еще раз для души я думаю что именно такая музыка иногда безбашенная иногда лихая иногда грустная но всегда сердечно с вечной надежды на лучшее нужна во все времена не для естества а просто для души и вот новое поступление в коллекцию альбом тройка совместный альбом известнейших прогрессию металлистов заслуженных рок-музыкантов ника держи лио прошлого музыканта биг биг трейн и бывшего музыканта споксберт нил морс бэнд транс атлантик флайн колорс и множество других проектов и роса дженнингс прошлого музыканта групп хакен и новоэна выпущен на лейбле inside out music 25 февраля 2022 года совсем свежие издания еще важный момент в записи альбома принял участие музыкант абсолютная легенда басист тони левин изначально сами исполнители упоминали о своей любви к музыке в исполнении знаменитого трио кросс бестилс энд нэш поэтому когда заглавная песня начинается с акустической гитары ручной перкуссии надежда на достойный результат очень высоко для поклонников и мелодичной музыки позитивная реакция на такие солнечные поднимающие настроение гармонии очевидно ну а тем кто надеялся или надеется в исполнении этого безусловного супер проекта услышать прогрессив придется свои ожидания скорректировать элементы прогрессива конечно есть но их придется поискать собственно это и объясняет полярные отзывы музыкальных критиков об этом альбоме а что касается меня то здесь все просто и упомянутое выше трио и квартет кросс бестилс нэш энд янг мне всегда очень нравились и поэтому альбом переполненные светлыми мелодиями красивейшим вокалом мне зашел что называется на ура весь альбом отсылает к чудесному звучанию известнейших исполнителей фолк-рока первый сингл джулия вполне можно назвать гимном духе классического психоделического рока альбом включает себя акустические гимны рок-боевики и трогательные баллады уникальное сочетание голосов выделю особенно и вот вы знаете само издание очень хорошая два лунгплея плюс сиди мой любимый вариант на стороне d винила просто такая вытесненная картинка тоже очень интересно но вот касаемо опять же музыки и самого этого проекта мне бы очень хотелось чтобы проект продолжил сотрудничество и записал еще пару-тройку как минимум пластинок с подобной музыкой а на сегодня все друзья мои не забываем подписываться на канал это важно также важно оценить это видео лайком и снова того стоит поделиться своим мнением и комментарий всем добра всем хорошего звука хорошие музыки мирного неба над головой друзья мои всем спасибо за просмотр